По подсчетам службы судебных приставов, в Красноярском крае более 30 тысяч человек могут быть ограничены в праве на управление транспортным средством. Причем 11 тысяч из них это должники по алиментам. Другая многочисленная категория должников это те, кто не платит за штрафы ГИБДД. И если сумма за должности превысит 10 тысяч рублей, а в отношении должника открытое исполнительное производство, то судебный пристав может ограничить право на управление транспортом, вручив должнику соответствующее постановление. Эту норму можно сравнить с ограничением права выезда для должников за пределы Российской Федерации. Здесь тоже судебный пристав не изымает у должника заграничный паспорт. Это не нужно делать. То есть должник сам понимает и осознает, что имея задолженность он не сможет покинуть пределы Российской Федерации. То же самое и здесь. Водительское удостоверение у должника никто изымать не собирается. Но должник знает об этом, поскольку будет предупрежден лично судебным приставом о том, что он в своем праве ограничен. Данные об ограничении прав в тот же день будут направлены в ГИБДД и занесены в базу. Так что не стоит поддаваться искушению проехаться на автомобиле, имея водительское удостоверение, но ограниченное право. Наказание для нарушителя либо 50 часов общественных работ, либо реальное лишение водительского удостоверения на год. И на сбои в работе базы данных ГАИ надеяться не стоит. В настоящее время, ввиду того, что изменения только введены, между нами достигнута договоренность о том, что все эти документы будут поступать наручно и вноситься в течение суток. На первых этапах шанс того, что в отношении кого-то из должников информация не будет внесена в базу данных, госавтоинспекция исключена полностью. Впрочем, как только должник выплатит деньги, ограничение будет снято в течение суток. Пока судебные приставы не вынесли ни одного постановления об ограничении прав на управление транспортом, однако обещают, что с понедельника такие решения станут обычной рабочей практикой. Так что у должников еще есть время, чтобы заплатить. Андрей Стердым, Андрей Крупнов, Алексей Гусев. Новости.